Друзья, всем привет! Так, у меня через пару дней ответственная игра, как же лучше мне к ней подготовиться? Наверняка многие из вас задавались этим вопросом. И наверное вы ждете, что сейчас я дам вам на него ответ. Ну, в принципе и не зря ждете. Ну что ж, предлагаю больше не тянуть, поехали! Начнем, пожалуй, с одного из самых ключевых факторов, а именно питание. Мое самое первое видео на канале было именно про это. Как же необходимо питаться волейболисту перед играми? Информация с тех пор не поменялась. Изменение претерпела лишь моя подача той самой информации. Ссылочку я оставлю в описании и подсказках, а сейчас коротко пробегусь по сути. Итак, на игре нам нужно быть максимально энергичными и легкими, так что наш рацион в эти дни обязательно должен быть насыщен углеводами и клетчаткой. Ну вот смотрите, завтра у вас игра, но готовиться надо начинать к ней уже сейчас. Я часто предпочитаю в подобной подготовке использовать апельсиновый сок. Стакан подобного напитка с утра дает положительный заряд на весь день. Допустим, если вы не хотите делать фреш самостоятельно, то ни в коем случае не берите подобные соки и нектары, где по сути апельсина-то и нет. Максимум-то может быть от него, ну 50%, да и то с кучей сахара. Я как правило беру рич, потому что это 100% апельсиновый сок, без сахара. И в отличие от того же J7, там не так много мякоти. Да и вкус кажется более насыщенным и естественным. Плюс часто в сетевиках можно рвать его по акции. Что-то в районе 80 рублей за литровую упаковку. И нет, это не реклама, а просто личное наблюдение. Итак, с соком мы разобрались. Что же еще должно входить на шарцион с утра? Самым распространенным вариантом является овсяная каша. Только вот не та хрень из пакетиков. Или экспресс-каши, которые варятся 5 минут. А нужно постараться найти крупные хлопья. Да, с ней будет мороки больше. Ведь творить такое чудо нужно не менее 20 минут. Но по своим полезным свойствам она явно даст фору более мелким аналогам. А раз мы нацелены на результат, то лениться нет смысла. После того, как мы сварили нашу кашу, чтобы она не казалась вам пресной и вискусной, можно добавить в нее фрукты. Будь то банан, яблоко, киви и тому подобное. Также в ход могут пойти и орехи, мед, сухофрукты, цукаты. В общем, что-то вкусное и полезное. Ведь правильное питание не обязательно должно быть противным. Также я периодически добавляю пару отварных яиц или омлет. Что тоже не будет лишним. Спустя пару-тройку часов, по желанию можно устроить перекус. Это могут быть парочка овсяных печенье, либо яблоко или банан. Все с тем же стаканом апельсинового сока. Или же кружечкой чая, кофе или даже просто воды. На обед можете использовать какой-нибудь легкий суп. Я лично сам суп и не ем, так что тут смотрите сами. Ну а на второе отлично подойдут макароны из твердых сортов пшеницы. Допустим, с куриной грудкой, индейкой или же рыбой. Только это все должно быть не в жареном виде. Вы можете приготовить это на гриле, сварить или запечь. Но готовить на сковороде с обилием обычного растительного масла точно не стоит. Лишняя тяра с животеном на руку не сыграет. Ну и обязательно должен быть легкий овощной салат. Заправленный оливковым, льняным или каким-нибудь другим полезным вариантом масла. Овощи всегда играют огромную роль в правильном пищеварении. Затем повторяем трюк с перекусом через 2-3 часа. В виде фруктов или овсяного печенья. Ну и на ужин лучше использовать ту же куру, индейку или даже говядину с овощами. Если вы по какой-то причине чувствуете недостаток энергии на следующий день, то можете добавить, скажем, гречу. Ну а непосредственно в день игры вы уже должны отталкиваться от времени начала мероприятия. Приемы пищи особо ничем не отличаются от дня предыдущего. Разве что можете позволить себе утром добавить какую-нибудь сладкую выпечку. Вроде слоя, конвертиков и прочих вариантов булочек с начинкой. В общем что-то легкое, а не жирные пирожные, торты и прочее. Ведь напомню, мы должны быть легкими и энергичными. Распределяйте свои приемы пищи так, чтобы последний основной прием был не позже, чем за 3-4 часа до игры. И если вдруг вам захочется перекусить, то за 1,5-2 часа можно докинуть еще и бананчик 2. И тогда в этом случае вы будете не только легким и более подвижным, но и энергии вам спокойно хватит на целую игру, а то и две. Но для этого нам нужно будет соблюсти еще ряд вещей. К ним и перейдем. Есть несколько очень важных вещей, которые влияют на вашу продуктность на площадке. Таких, например, как сон. Я больше чем уверен, что большинство из вас нарушают режим сна. Но в день до игры это практически непозволительно. Но к сожалению, если вы привыкли ложиться поздно, то рано заснуть у вас вряд ли получится. Так что над режимом вам придется поработать заранее. Многие из вас наверняка залипают в гаджетах прямо в кровати. Либо играют в видеоигры до победного. Это все тоже надо убрать за ночь-две до игры. Убираем все подобные источники света. Убираем какие-то игры, фильмы. Книги, способные возбудить вашу нервную систему как минимум за час до сна. Отдыхать должно не только тело, но и ваша голова. Бывает так, что перед важным мероприятием достаточно сложно заснуть. Опять же из-за переживаний. Но если вы до этого момента с режимом сна особо не грешили, то это не так страшно. Вы можете потратить часть целого сна на прогулку на свежем воздухе. В идеале под какую-то спокойную музыку. Это расслабит организм и позволит после прогулки спокойно лечь спать. Было время, что во время длительных соревнований чувствовал себя неспокойно. Приходилось с командой собираться прямо по ночам. Да, спал я по 3-4 часа по итогу. Но из-за того, что голова была спокойная, чувствовала себя прекрасно. Так что убираем все стрессовые ситуации и стараемся хорошенечко выспаться. Также можно будет в возможности добавить и дневной сон до игры. Но проснуться при этом желательно не позже, чем за 2 часа до ее начала. Чтобы успеть нормально раскачаться и быть на игре в тонусе. Не знал, как правильно назвать этот раздел. Решил вот так. В чем собственно суть? Как я уже говорил ранее, очень важно максимально дать отдохнуть своей центральной нервной системе. Так что стараемся избегать всех конфликтов, переживаний, стрессов. Постарайтесь отстраниться от всех проблем. Ну или хотя бы проще к ним относиться. Я в целом по жизни уже стал придерживаться этого метода. Но знаю, что многие из вас уж очень любят понервничать. Также хотя бы в день перед игрой постарайтесь быть максимально ленивым. Никаких ускорений, прыжков, да и вообще резких движений. Вы сама лень. Все, что от вас сегодня требует серьезных усилий, вы стараетесь игнорировать. Даже если чувствуете себя заряженным и отдохнувшим, оставьте это чувство до дня игры. Пусть оно пока подлежит в сторонке. Сегодня вы сама лень. Все, что может себе сегодня позволить, так это понабивать над собой мяч, чтобы руки были в тонусе. Итак, вы хорошо поспали и отдохнули. И вот-вот уже начинается матч. Можно ли успеть что-то еще сделать, чтобы помочь себе на игре? В целом, вариантов тут не так много. И чаще всего они недалеко не всегда доступны. Но я все-таки про них расскажу. Есть такая вещь, как предварительная активация нервной системы. В разбор этой темы сейчас залезать не буду. Просто приведу некоторые примеры, как это использовать в волейболе. Нередко бывает так, что у вас появляется чувство, что вы на игре себя ощущаете недостаточно распрыганным. Или вам кажется, что вроде силы есть, а прыгаете его ниже своих возможностей. Ну или что-то из этой силы. Иногда это возникает в том случае, если ваша нервная система еще недостаточно разогрелась. В отличие от мышц. И ей нужно дать небольшой импульс. Да, даже если у вас этого чувства нет, то импульс все равно пригодится. Итак, для этого я при возможности использую два варианта. Либо мах гири, либо метание митбола. Нужно сделать буквально два, но максимум три подхода после разминки. По 5-6 повторений в махах. Или же по 3-4 в какой-нибудь вариации метаний. Но нужно делать это максимально интенсивно. Суть в том, что мы подготавливаем нашу нервную систему к работе с весом больше собственного. Понятно, что у контрастного метода короткий эффект. И на все протяжение матча этого вряд ли хватит. Но по крайней мере вам это может добавить психологической уверенности на старте встречи. И ваша голова не будет забита хотя бы частью сторонних проблем. Да, понятно, что возить с собой гирю и митбол не всегда лучший вариант. Особенно, когда нет собственного транспорта. Но если будет такая возможность, то обязательно ей воспользуйтесь. Ну и такой же трюк можно провести с руками. Если у вас есть митбол, и вы можете выполнить один-два подхода к хотя бы этого упражнения из моего видео про тренировку с митболом. То это также поможет вам более уверенно атаковать в начале игры. И если у вас есть маленький митбол, чтобы имитировать верхнюю передачу, то также не упускайте этой возможности. Обычный игровой мяч вам покажется гораздо более легким и податливым. После одного-двух подходов по 10-20 повторений с таким мячом. И верхние приемы передачи будут выполняться более успешно в таком случае. Ну и последний, но самый простой способ активации нервной системы, естественно стимуляторы. У меня есть старенький выпуск на эту тему, ссылочку я оставлю в описании и подсказках. Можете более подробно знакомиться с этой темой. Если коротко о сути, то существует много различных вариантов стимуляции ЦНС. И если вы никогда этим не занимались, то слоя это начинать с самого простого. Ну, например, две таблеточки аптечного кофеина бензоната, к которому вы можете добавить колпачок экстракта элиокюрокока. Есть ряд других аптечных препаратов, но я лично пробовал только это. Так что рекомендую именно такую связку. Дальше уже можете попробовать спортивные притреники для начинающих, в основе которых все так же лежит кофеин, ну и как правило гуарана. Это уже будет чуть эффективнее, чем первая аптечная связка. Но дальше уже можно будет переходить к более серьезным комплексам, в основе которых, как правило, находится герань. Лично попробовал три комплекса, но сейчас уже уверенно остановился на одном, ибо эффект от него меня полностью устраивает. Хорошее настроение, улучшенное самочувствие и мягкая активация ЦНС, без тремора, тревожности, нервозности и прочих ништяков, которые нередко встречаются в других притрениках. А речь идет о притренировочном комплексе от VTF Labs. Название произносить не буду, вдруг кто оскорбится. Единственный минус, который есть и у остальных подбавных комплексов, сильная потливость. Так что припасите с собой полотенчика, если в зале жарко, а вы еще и притрена закинули. Но стоит отметить, если вы новичок в этом деле, то сразу к таким добавкам переходить не стоит. Либо начинать уж совсем с минимальных дозировок, ибо это достаточно сильный стимулятор, и могут быть проблемы с самочувствием. Ну и даже я, как опытный спортсмен, редко использую даже рекомендованную дозировку в один скуб. Обычно ограничиваюсь половинкой, и при том делаю подобный трек не чаще, чем 2-3 раза в месяц, а как правило даже и реже. Если вы будете часто использовать третенировочные комплексы, то сильно переутомите вашу нервную систему. А это уже может привести не только к ухудшению результатов, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Так, а вот и заключительная часть нашей подготовки, а именно непосредственно настроенную игру. Сразу скажу, что гонять мысли весь день до игры не стоит. Это только усугубит ситуацию. Ведь как правило, чем больше вы настраиваетесь на игру, тем хуже она пройдет. Так что непосредственно до выхода в зал старайтесь голову заполнить чем-то более приятным. Но разделоваться совсем не про это, а про то, как подойти к игре эмоционально заряженным, но при этом с холодной головой. С этим нам поможет музыка. Данный вариант использует множество даже профессиональных спортсменов. Так что вещь проверенная. Раньше перед игрой я слушал исключительно агрессивную и заряженную музыку, и входил в зал переполненный эмоциями и энергией. Но вот незадача. Стоило хоть чему-то пошатнуть этот настрой, как вся игра валилась к коту под хвост. И я был вынужден выдавливать злость из себя, злиться на соперников, и даже на партнеров, чтобы завестись. Да, возможно я прыгал выше, бил сильнее, ну по крайней мере мне так казалось. Но голова моя жила отдельной жизнью. И все, кто со мной сейчас играет, могут подтвердить, что на играх я постоянно улыбаюсь, шучу, занимаюсь разными вещами, типа танцев, криков, еще всякой сторонней фигней, которая непосредственно к игре не относится. Но это не значит, что я безответственно отношусь к процессу, или что я просто какой-то шут. Нет, просто я максимально спокойный, и пытаюсь передать это настроение своим партнерам. Ведь волнение, как правило, топит многих сильных игроков, и на серьезных играх они просто не похожи сами на себя, показывают не тот уровень, на который они способны. Поэтому, Дима, если ты смотришь видео, этот парт для тебя. И это относится к любому Диме, с которым я когда-либо вместе выходил на площадку. Так, к чему я веду? Музыка, про нее вроде шла речь. Итак, в чем, собственно, трюк? Вы берете два каких-нибудь мощных трека, которые заряжают вас на великие свершения. У кого-то это могут быть одни и те же композиции, я же всегда их меняю просто под настроение. Вот вы послушали эти два трека, зарядились, голова и тело закипели, но голову вам надо потушить. С этим нам поможет какой-нибудь спокойный трек, возможно даже грустный. И вот подобная манипуляция перед игрой позволит вам разогнать нервную систему и при этом быть спокойным и более рассудительно вести себя на площадке. Ну что ж, надеюсь, данные советы оказались вам полезны и вы не только возьмете к себе на вооружение, но и поставите лайк под этим видео. Также не забывайте подписаться на канал и на группу ВК. Ну и пишите, про что бы вы хотели еще от меня услышать. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова